Попарились, здравствуйте, друзья, подписчики, единомышленники, зрители, горожане, наши интернет, активное интернет-телевидение, общественное, городское, амурское, общественные инициативы, плюс партия реальных дел начинает свою трансляцию, запись. В общем, общаемся, записываемся. Эксклюзивный микс для Банана Стрим. Хех, хех, что такое хех? Хех. Игорь. Здравствуй, Игорь, дорогой, уважаемый спинаж. Что такое хех, мы не знаем. Переведи нам, пожалуйста. Как говорится, поясника. Надо расследовать. Хех, это какое расследование? Никаких мы расследований не будем. Мы просто заметим что-нибудь и запишем свою записную книжку. И, может быть, когда-нибудь реализуем и то сообщаем вместе. Если кому-нибудь это будет надо, кому-нибудь нам всем. Вот как вы вчера увидели лестницу. Ну а хули-то лестница. Кому она нужна эта лестница? Всем нужна и в то же время никому не надо. Так и будет стоять. Если не будем обращать на нее внимание. Так. Привет. Фех, это смешно. Ааа, смешно. Смеется тот, кто смеется последний. Смешно-то, конечно, смешно. У нас тут некий юмористический уклон и есть в нашей передаче. Поэтому смеяться разрешается и приветствуется. Смех был. Нормально. Что нам тут? Плакать что-то? Телевидение наше общественное, городское. Вот только может в таком формате работать. В формате энтузиастов, которые хотят это делать. Финансирование никакого получить бы не получается, невозможно. Те, которые работают, они не получают финансирование. Некоторые, которые получают херню делают. По части контента, да, качество. В общем, как-то так. Но у нас контент нам, мы платим. Поэтому, что хотим, то и делаем. За это голосует рублем наш зритель. А зритель не рублем не голосует. Поэтому получается то, что получается. То, что хочется автору. А после парилки, после бассейна, как всегда в голове пусто. Проходит перезагрузка. Даже и не знаешь, что сказать. Хотя, ну вот, например, можем сделать освещение цен на рынке. Рыба сколько стоит? О, хорошая рыба. А, вот я. Это хорошо, хорошо. 500. А если будут много брать? Усупить? Ну, в какую? В какие спорт? Это будет 10 килограмм. Это будет 10 килограмм. А, все, поняли, хорошо. А то мне там один этот самый, с запада завышал на меня. Копти ему продаю и это самое. Я говорю, ну вот, сиди на базар купить. Давай деньги присылаю тебе, куплю. И все. Вот пока. Вы ее как сольете? Морозить. Нет, это вот именно мороженое. Просто ее взяли, потом малосольненькую сделали. В тазлуке или сухим посолом. Несколько часов. Потом чуть-чуть подвяли. И самое, короче, ссос. Хорошо подвялили. Не, ну, и там самое, как говорится, самое вкусное. Не такая, что соленая от мочи или там потом. В воде не видно. Вот не, солили, солили 40 дней. Потом мочили, отмочили, отмочили, отмочили. Ну, как раньше это было. Тут она и пахнет ей. И хочется съесть. Так что вот, Павел Долгопрудный, вот тебе, пожалуйста. Смотри, какая рыба, 450 рублей. Все, спасибо большое. А щуки по 120, да? На том базаре. А карасей что-то и нету. Ну вот, освещение рынка сделали. Для любителей рыбы. Рыба. 450 рублей. Будет при покупке 5 килограмм. Пожалуйста. Служачок. Так что. Что там еще пишет у нас Игорь? Не знаю, кто там какие-то шифрограммы передает. Мы, конечно, шпионы, но не все шифрограммы можем прочитать. В прямом эфире все ясно. Будет задача ясна. Будет цель осуществлена. Задание выполнено, товарищ генерал, полковник. Мы идем дальше. Идем, идем. Кажется, снег начинается. И это хорошо. Но, судя по всему, большому снегу-то не быть. Туч на небе-то нету. Значит, и снега много не будет. Хотя, если бы навалило много снега, было бы хорошо. Для дач наших. Попарились, покупались, загорали. О! Вспомнил, надо будет зайти купить хлеб. А в киоск зайдем. Любой хлеб. Ну, что там, друзья? Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Чем партии реальных дел заняться? А у нас еще фонд и общественные инициативы. Которые занимаются сбором средств на осуществление каких-то, ну, в первую очередь, на создание полномасштабных, полноценных, интересных медиа проектов. Общественное телевидение городское мы уже создали. Видите? Бесплатно. Для зрителей. Теперь пытаемся создать многоканальное телевидение. Многоканальный холдинг. Да шучу я, шучу. Просто. Иду себе, иду и показываю. И показываю доступную городскую среду. Нормально сказано? Сказано? Сказано отлично. Ой, блин. Подпнулся на левую ногу. Ждет удача впереди. А может и неудачи. Что-то впереди ждет. В любом случае. Всех и всегда. Что-то впереди ждет. Иначе бы никто никуда не шел. Все стояли бы на месте. Погода отличная. Самочувствие приличное. Настроение. Настроение. Соответствующее. как раз. Ухelli. Отлично. Похоже, да. В качестве настроения. Отлествующее настроение. Идем, сиденье, идем. Термент еще популяйсяст. можно конечно гулять и говорить сегодня, сейчас не хочется, да и не получится наверное хотя может быть вы уважаемые зрители не разговорите своими комментариями, какими-то вопросами, чем-то еще, сразу захочется поговорить, но пока что особого интереса к нашему транслятору нету бычков и мусора, сами знаете, в любом городе хватает нашей страны, и не только нашей страны, но и по всему миру поэтому, о, кому-то это понравилось, бычки и мусор, чтобы они в любом городе есть, в любой стране в общем-то интересно посмотреть о, какой-то друг нам пишет что-то, слава богу, не оставляют нас день добрый, пишет нам Роман, день добрый, добрый день Роман, здравствуйте пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте создавать вместе интересный контент мы пока покажем вам, друзья, как у нас в городе, это не весь наш город, конечно такое это такой живописный райончик, ну конечно мусора здесь хватает такой раритетный чемоданчик даже лежит, блин, реализер очень живописный, очень красота, такая погода, видать, будет меняться придет снежный циклончик, скорее всего вот там, вдалеке виден Амурск, здесь на горе наверно, если видно, может быть и не видно, не знаю, как как там видно, как не видно, но город наш можно запечатлеть ну и себя показать, чтобы все-таки для исторического момента с легким паром, друзья, попарились, в баньку сходили, поплавали немного хорошо, спасибо спорт коллег, родной, спасибо сотрудникам, коллективу дружному, сплоченному, доброму и хорошему еще позволяют нам удается им все-таки содержать и эксплуатировать школу несмотря на скажем, трудностей трудностей у них все равно много финансирование в общем-то, скорее всего недостаточное хотелось бы больше чем богато, тем рады лучше так, чем никак о, кстати говоря, вот мы там разговаривали с одной женщиной в бассейне у нас же вот еще в седьмой школе был бассейн хороший это вот для партии реальных дел которые сейчас он стоит закрытый полуразваленный, разрушенный вот а жаль все-таки хотелось бы, чтобы он работал и люди работали в нем и пользовались, и купались и оздоровлялись в общем и можно было бы вновь создать его чтоб работал и привлекать скажем да, да, да вот эта мысль у меня посещала она важная мысль и неплохо было бы и озвучить чтобы люди посещали бассейн из Комсомольска можно было создать такой хороший центр в принципе для людей состоятельных это не проблема преодолеть не всем конечно но а еще вот самое действительно что нужно для нашего города это увеличение мигрантов но поскольку естественно мы естественная прибыль населения уголь населения тут вряд ли сильно увеличится скажем тут население нашего города это только поскольку живется горожанам трудно тяжело вот я даже все семьи это создать никакой не могу по причине того что у меня труднейшее финансовое положение это в общем-то ну скажут что я лентяй или еще ну может лентяй ну ладно многие не лентяи не могут создать семьи поэтому надо привлекать мигрантов больше чаще пустые дома заселять строить предприятия подымать экономику нашего города а это уж точно задача для для партии реальных дел так называемых которые которые нами создано виртуально интеллектуально глобально ну как идея как вектор развития направления для города это конечно наверное задача нормальная конечно тут есть свои свои минусы в этом но другого скажем пути то для развития территории так скажем быстрого развития территории нету кроме как привлечение мигрантов миграторов ближних городов поселков областей благодаря нашей развитой инфраструктуре рабочим листам в высоком уровне жизни заплаты невысоком стоимости белья ну в общем одни позитивные факторы эти позитивные факторы привлекаются в наш город еще больше и больше новых новых нужных хорош жителей welcome добро пожаловать в Амурск друзья все все здесь вам рады очень рады приезжайте хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе решил с чем-то дополнить наше замечание приглашение своим каким-то комментарием многие люди ведут трансляции или просто разговаривать по телефону и видать так хорошо разговаривают по долгу по многу часов разговаривают 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 ну поэтому чего же нам и не поговорить как говорится говорить не да я вообще не буду щучу а здоровье то тоже не очень хорошее вам то и дело поэтому поэтому терять особо и нечем все равно все равно конец у всех будет один в любом случае хорошее здоровье или плохое здоровье хороший уровень жизни высокий или невысокий конец будет друзья у всех один вы сами знаете какой это поэтому лишь только раньше он будет или позже от этого есть какая-то небольшая разница но с точки зрения вселенной или таких других временных категорий это все это так пшик и миг как в той песне поется за него и держись да и глянь держись не грусти главное здоровье да спасибо Роман не грустил главное здоровье точно которое не купишь и за деньги но немножечко конечно поберечь здоровье стоит не стоит злоупотреблять спиртными напитками сильно много курить ну и вообще нервничать и грустить как правильно заметил Роман а я то особо не грустил так просто настроение такое лирическое хе-хе-хе-хе-хе-хе лирическое философское настроение так расслабуха после бассейна после порылочки пойдем сейчас Магазинчик, купим хлеба, пойдем по обеду, час устроим, отлично же, там пончики продаются хорошие, в том магазинчике хлеб продается. Сейчас приобретем хорошие товары, это все, пообщаемся с вами, потом будет на досок, если настроение, наложим какую-нибудь музыку, можем дополнить свои комментарии, еще сверху какими-то комментариями, можем ставить комментарии, какие-нибудь звуковые ряды из каких-нибудь выступлений, каких-то политических деятелей всех времен и народов, из прошлого, настоящего, будущего, ну или каких-нибудь художественных или сказочных персонажей, имеется ввиду из каких-нибудь кинофильмов или мультифильмов, в общем, нет, он параделов, фантазия творческая. Поэтому, друзья, мы, собственно говоря, и занимаемся с вами этим, но не грусти. Грусти, не грусти, не грусти, сейчас мы снималось, скажем. Так, прекратим. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Толбок пропустим, а потом пойдем, этого не будем пропускать, он должен и сам пропустить, у него поле резвое, быстро, поехали. Ну вот, как-то так, наш дворец, 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 друзья ничего не пишут, пассивный заработок какой-то Руслан нам предложил, мог бы и поподробнее что-то рассказать об этом, в общем-то, понятно, что было, что, почем, за что и почему, а мы будем уже, судя по всему, поскольку вы нам не пишите комментарии, вопросы не задают, пожелания куда-то сходить и что-то это, будем с вами прощаться, друзья, спасибо вам за внимание, за понимание, где-то, спасибо за понимание, за внимание, за ваш интерес, за активную позицию, жизненную, за юмористическое отношение тоже спасибо, как говорится, не серьезно скептическое, юмористическое, скептическое, серьезно демократическое отношение, потому что шутка, сказка ложная, в ней намек, добрым молодцем умек, намек, в общем-то, что был в ней, общественное интернет-телевидение, значит, общественное интернет-телевидение, партия реальный дел, значит, реальный дел, фонд общественных инициатив, значит, фонд общественных инициатив, ну, как говорится, фонд нету поступлений, но общественные инициативы, значит, где они сильно не продвигаются, в общем-то, ну, лично я, как говорится, пытаюсь этим заниматься, и на общественных инициативе, и общественных инициативе занимаюсь, веду трансляции, и тем же, той же партией реальный дел, пытаюсь, и, по всякому случаю, здесь у моих друзья в Одноклассниках попросили, вот здесь, если я СМК, и выложил что-то в интернет, и, собственно, продолжаю об этом говорить, может быть, никого больше не интересует, забудем на время, и все. А с вами мы, друзья, сейчас просто попрощаемся на некоторое время, расстанемся, и все, до новых встреч в эфире, пишите комментарии, что у нас есть записи на трансляцию, много чего интересного, много что можно посмотреть, вспомнить, вспомнить, поднять какие-то вопросы вновь, все, как говорится, слово, это не воробей, вылетишь, вылетел и не понимаешь, поэтому смотрите, пересмотрите записи, вместе мы можем больше, спасибо за внимание, спасибо за внимание, до новых встреч в эфире, друзья, в комментариях, всем здоровья, счастья и успехов, личных встреч в эфире, очень-очень-очень, всем счастливым, до новых встреч в эфире, уважаемые зрители, подписчики, а в особенности Оксана Леонидовна и Игорь Георгиевич, которые вчера заинтересовались с моим роликом нашим трехлетней давности, оба, лестницы вот эта, мы решили, а, попросили, чтобы мы ее вновь сняли и показали, а вот сейчас сразу в прямом эфире поговорим об этой лестнице, посмотрим, покажем, как она, как она себя чувствует, ну, сами видите, это, это лестница, я, это лестница, как показатель, скажем, работы депутатов городского совета, городских властей и прочего, 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 в общем, конечно, прошло три года, лестница, стало еще хуже, чем была, мусора тут еще больше, друзья, народу никого нету, мне тут тоже, скажем, отдать с моря погоду и общаться с населением в оба проблемах городской, это именно эта лестница, несколько дней, к чему я пошел в центр занятости, но если по пути какая-нибудь идея посетит по данной тематике, и мы уже повольно встретим, то тогда, 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 тогда мы и поговорим, проведем трансляцию, в общем, еще раз я вернусь специально, специально для Оксаны Леонидовны и Игоря Георгиевича, я им ссылку на эту трансляцию пошлю, чтобы они... сегодня у нас 27 ноября 2020 года, ну, вот как показатель, скажем, работа в горосфее города, в советах депутатов и прочих, прочих, прочих. ТОСов, общественные инициативы и прочие ерунды, развитой строительной горосфией городской. ну, как говорится, факты налицо, факты реально есть, тут ничего не попишешь, не покажешь. раз вы хотите, значит посмотрим. комментарии включены, никто ничего нам не пишет, комментируем, не комментируем, а мы пойдем дальше. скажем так. ну, может быть вот мужчина идет, может он захочет сказать что-нибудь. вы не хотите прокомментировать вот эту лестницу? отличная лестница. ну, мы тоже так думаем, что она отличная. ну, в общем, как показатель, она хорошая, показывает все, что, как она есть. друзья, холодно, мне некогда, деньги мне за освещение лестниц, помоек и прочие, как говорится, ерунды. городские власти не платят. спонсорскую помощь богатые горожане и бедные горожане не оказывают, поэтому... я вообще-то, знаете, хотел перед тем, как начать трансляцию об этой лестнице, начать... сначала почитать, что мы вчера там переписывали с вами, Оксана Леонидовна, Игорь Георгиевич и другие участники нашего диалога, о чем мы там переписывали, что я там писал, что вы писали, послушать музыку, так скажем, настроиться на нужную волну, а потом... а потом и начать трансляцию. Но, как-то это с утра сделать не удалось. В общем, так, то, что о чем-то я думал, по горячим, скажем, цветам, лопнули, пошли и поехали. Ну, в общем, как и просила у нас Оксана Леонидовна, я просьбу выполнил, лестницу показал, зафиксировал, внимание на нее заострил. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы ее и сделаем когда-нибудь общими усилиями. Ну, так, как-то так. А пока пойдем в центр занятости, прогуляемся по нашему городу, может, кто подключится к нашей беседе, может, что интересное произойдет. Вот у нас сейчас, вы видите, формат нашего интернета общественного телевидения, скажем так, несколько расширился, стал носить форматы онлайн-трансляции, что интернет-трансляции можно посмотреть в записи. «Привет! Как с работы?» «Работать?» «Работать не по чат играть!» «С оплатой за работу!» «Еще не устроился на оплачиваемую работу!» «Иду в центр занятости, отдавать бегунки, которые мне давали!» «Прошел собеседование с работодателями, не пришли к консенсусу, написали мне отказ по различным перелом, не мотивировкам, причинам, ну, в общем, ну, серьезно-серьезно, «Иду в центр занятости!» «Ну, это вот и трансляция, это работа, передняя работа, все-таки это тоже работа!» «Идешь, говоришь, показываешь, рассказываешь, после того, все равно детально анализируешь, но все равно же идет отдача аудитории, скажем так, вот, вчера ролик трехлетней давности об лестнице, ну, там разбомбленная лестница, в общем, и люди, жители нашего города, которые живут сейчас в нашем городе, и которые уехали давно уже из нашего города, они заострили внимание на эту, на эту тему, и попросили меня снять, что там, как идет, как состояние этой лестницы, ну, а тут ничего не изменилось, как показатель того, что, что не работает не власть, ну, работает, но плохо, не развивает стройиндустрии, работает плохо, совет депутатов, естественность, что-то еще, все осталось на своих местах, и это все, а икры не продается? икра не продается? да, 3000? все понял, хорошо, икра уже 3000, так что, две с половиной тысячи, я понял, да, я сегодня хотел продать, но мне удалось продать, ну, вот видите, какие у нас, шикарные, ассортименты, а вот такие сапоги, они дорогие, ну, не, ну, недорогие, ну, они хорошие, ну, ну, да, хорошая цена, хорошие сапоги, ну, вот, так что, кому надо надолго сапоги, теплые, теплые, пойдем быстрее, друзья, пойдем быстрее, друзья, быстрее, скорее, нам еще, далеко, работа для души, да, для души, сейчас же модно, заниматься волонтерством, вот я волонтер, информационного, информационного содействия, темуровец, медиарынка, свободный художник, да, свободный художник, точно, 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 вы чуки купили? да, почем продают? ага, ну, хорошее, но все равно дороговато уже, ага, ну, хорошо, кто ловит, значит, ну, а что, рыба, воды было много, рыба хорошая, свежая она, промытая, на Инабуле, наверное, давай, все, хорошо, а это Лена, Елена, а где вы работаете, скажите, пожалуйста, ведь вы всегда, вот и немного поприсутствуйте на наших трансляциях, раз, и на работу, с какого города, если они закинут, расскажите что-нибудь о себе, нам знаете, очень интересно, с народом, можно раскин, машем, общаться, щука, 120 рублей, немало, стоит, щука, если вы понимаете, щука, 100 килограмм щуки, ага, то на щуки стоит, ого, ого, сколько, ребята, при цене 120 килограмм, телефон перезвонит, извиняюсь, друзья, сейчас попробуем ответить, молоко, «Алло». Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. По икре? Нет. Но хорошо. Нет. 5-6. Но не больше 8, не больше 8. Ну, ага. и я в хабаровске не бывают ну пока что не ну пока что и пока что не собираюсь ну не знаю подумаю я запишу вас что вы хотите икру купить хабаровск не знаю может кто поедет может может сам поеду ну да ну да хорошо буду знать все хорошо спасибо вам до свидания у нас наше тело рыбное немного на рыбалку немного икры есть но вот пока продать не удается но икра на базаре 3000 мы продавали под 2500 уже икра поднялась так что так что как-то так о чем мы говорили друзья говорили а елена убежала не сказал нам где она работает тем она работает к сожалению нашему о кстати говоря кстати говорю ну ка сейчас ка мы зайдем к Оксане Леонидовне раз она подбивала так скажем что она тут работает значит работает она ж подбивала на подвиге так нету Оксана Леонидовна тут нету Оксаны Леонидовна тут нету не работает она сегодня или вообще нету а мне раньше работала а он раньше работала а он туда я не знаю что там думал здесь все только оксана Леонидовна тут нету на подвиге подбивает сама непонятно где ладно идем в центр занятости Ну вот, развитие стройиндустрии, инвестиционная политика в городе желает, оставляет быть лучшим. Есть куда расти, есть где жить. Надо думать, надо работать, надо что-то, что-то надо предпринимать. Не такого глубокомыслия, каких-то революционных идей в наших трансляциях, конечно же, нет. Я сейчас смотрел Никиту Забашенко. Это, конечно, монстр общения. Как был тариф монстром общения. Тоже он там. Такие серьезные вопросы затрагивает. Скажем, революцию делать в медиа-отрасли. Наезжает на ведущих, скажем, лидеров мнений. Ну, не то, что наезжает, а аргументированно, как говорится. Ведет диалог, говорит, что, по сути, раскрывает на многие вещи людям глаза. Мне-то, конечно, эти вещи-то понятны, но в общем, в целом, на такие детали я бы просто не обратил внимания. Ну, как бы, я много там многих и не смотрю, но многие, многие миллионы зрителей смотрят, в общем-то. Ну, вот этих всяких. Всех упоминаем мы в нём, в вашем ролике персонажей. Поэтому я с большим интересом посмотрел весь его ролик. Даже написал комментарий и рекомендовал бы всем другим, остальным посмотреть. Для размышления было бы не лишним подумать. Хотя вот у нас Виктор Торопов. Что-то они с ним в ссоре, с Никитой Забазным. Хотя бы, ну, по моему мнению, и не надо им ссориться. Это совсем разных два уровня, скажем, интеллектуального. Даже не развития, а вообще. Изначально. Изначально же, как говорится, даётся свыше нам определённый потенциал, который, который, как ты не развивая, как ты не изучаешь, как ты не это всё равно. Ну, выше себя есть такая поговорка – не прыгай. Витьку нашему, Виктору Тороцеву, было бы не за чем ссориться с Никиткой Забазным. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А бы, а есть? Если было бы полезно чему-то, у него получится. А если что там... Ну они уж совсем персонажи, медиа персонажи уже ставятся, все уже именно на карту вот именно вот этого позиционирования в медиа среде. У меня-то это похоже скорее всего как хобби, как попутное сопровождение всей деятельности, но она почему-то сильно захватывает и много времени отнимает. Такая страсть сродни вредной привычке. Почему-то еще. Ну Елена ушла, никто больше нам в комментариях не пишет с одной стороны, но с другой стороны хорошо. Идем по городу, приведем трансляцию, снимаем город, снимаем себя, жизнь бьет ключом. Можем поднимать различные вопросы, злободневные, актуальные, важные. Поднимать, заострять внимание, полишать, освещать. Ну в общем, в различных ракурсах формата, хипостаси делать тоже. Так что, большие у нас в руках имеются возможности, планы и перспективы. А какие-то временные неудачи нам в общем-то не очень-то должны мешать. Трудности они зубляют, закаляют. Ну они, ну, да, ладно, все. Сменим тему для разговора. Про позиционирование блогеров все это самое. Ну лучше, конечно, если хочешь что-то транслировать. Что-то о чем-то рассказывать, свое. По-моему, мне и не лучше. За некоторое время до этого, за день, за два, не смотреть никаких таких сильных интеллектуальных каких-то фильмов, каких-то, блогеров, чего-то еще. Книги не считать такие. Это лучше, скажем, сильно сторонней информации не забивать себе мозг. Люсик хочет себе, по-моему, своего там чего-то донести. Хочу там сказать, что-то показать. 50, ну он правильно, так сказать, говорил. Интересно, да, что. На чем много просмотров там в Ютьюбе, как-то называл там зрителей. Правильно, нравится, нравится. Я тоже не люблю вот эти всякие... Того, что приносит просмотры. Но... Просмотры приносят всякие конфликты, какие-то противостояния, драки, ну, и прочее. Жесть. Это, конечно, если постановочная фигня, а если она реальная, она вообще, блядь, как бы, блядь, на психику-то очень действует. Вообще, людям доброй воли, которые, блядь, что-то с какими-то тупорезами что-то доказывают. Ну, конечно, из этого получается интересный материал. Возможно, ну... Это отнимает силы, энергию, время, блядь, и желание, в общем-то, заниматься чем-то во многом. Ну, конечно, есть очень целеустремленные такие люди с твердо этой. Ну, не все ж такие. Вот я, например, с дворцом культуры поговорил, ну, честно скажу, мне пока что с ними общаться мне вообще нет у них. Там единственный нормальный человек, вот, который меня петь заставил. Ну, не заставил, а как я же хотел. Пришел сразу конструктивно, хотите петь, давайте, пожалуйста, все без всякого вот этой лишней, блядь, блювотины, нахуй. А педофиль все надо. А, блядь, если с такой стороны смотреть, как я в ихнем творчестве тоже могу там разградеть и педофиль все и ротик будет, блядь, излишне, блядь. А когда вот человека незаслуженно обвиняют, как-то, он говорит, я отец, там, тебе об этом, отцу и тебе там, ты снимал детей, тебя там побьют, побьют. Ну, это же какая-то полная чушь, ну, в общем-то, полнейшая чушь. С точки зрения не того, что они могут побить, а то, что они побьют. Незаслуженно обидят человек, который, в общем-то, ничего своими действиями, кроме добра, их детям не хотел причинить. Но если они, блядь, такие уроды, ну, побьют они хорошо, ну, тогда ну, так и будет потом война. И так оно в существо идет. Они нас побьют, мы их побьем. и будем друг друга бить, блядь. Да и все, да и все, да и все. Какие проблемы? Никаких проблем нету. Будем друг друга бить, блядь. Это ладно, понимаю, человек заслуживает, чтобы побили. по побили, он, блядь, тогда успокоится и примет это, как должен. А когда человека, который не заслуживает, побьют, оскорбят и унизят, а тогда он, блядь, затаит злобу и постарается отомстить. Он даже не отомстит, но будет уже врагом, нахуй. а если человек, блядь, злобамятный, на всю жизнь, блядь. Ну, разные, конечно, есть эти самые шутки. По профессии, блядь, уже кажется не таким, мы, блядь, обидным, унизительным, а что-то очень даже, ну, еще так снимал, дел ролики, блядь, о жизни города, детей там, на долгие памятники, газа, блядь, исторические, где взяли и сбили, блядь, блядь, да что, нахуй, блядь, ни хуя себе, блядь. Я, конечно, И в полицию заявление напишу И в темном уголке Я встречу, переебу, блядь, дубины По всем, блядь, спектрам Буду действовать Обратиться, блядь За помощью правоохранительного Разных структур Цель, как и не заправдывает средства Блядь, действовать рационально Профессионально Сентиментов Предрассудков и стереотипов Надо, значит, надо Заслужили, отследили Вот они Друзья наши Пошел по короткой дороге Чтобы, блядь Солнышко здесь Дети слабочат Меня нельзя кусать, прокинь Друзья Не нельзя меня кусать Если кусать будет в воздухе жизни Серьезно Немерные помойки богаты Собачата Блядь 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 Дети, у вас часы далеко? Сколько времени? Сколько времени? Все, понял Извините Все, понял Извините У меня Тоже Дети подумали У кого есть телефон Что-то спрашивали Что-то он работает Центр занятости Не работает Раслятся Прекращатели Продолжаем Четыре Четыре Еще час, блядь До 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 закрытия, блядь Ценку, блядь А где платочек мой? Вот он, блядь Блядь Музыка Косочек есть Ладно Друзья Я пришел Тебя нема Про работу Пеленула 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 Да? Хе-хе-хе-хе Да? Я пришел Хе-хе-хе-хе вот сейчас прекратим с трансляцией я пришел, тебе не мать, тебе нужно, ну все, будем заказать это здесь не любят заниматься творчеством о, кто-то пишет что-то, ладно, придется продолжить положу в карман хорошо, положу в карман а, блин, мне надо им позвонить ладно, постучу в дверь я весь открою все, открываем, открываем ну да, ну да это точно что-то не открывает что-то не открывает не открывает покривая что-то не помогает чтобы не ревать что-то есть что-то что-то не помогает нахоме что-то что-то использует что-то работает что-то не сможет обозрения можно если что-то другое Субтитры сделал DimaTorzok 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 Парка было что-то, нет? Ну да, здесь бывает Я уже сюда и пришел по старой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Чего нам, в общем, показать, показали, кафе, само себе что-то где-то охотно. У меня бросили, я понял, что это плохо бросили, даже как скажем, как преодоление самого себя, победы на самих собой. Почему я там один-то, есть там еще пару-тройку каких-нибудь подобных таких, конечно, как я, но какие-то я в общем-то не скрываю все возможности, а наоборот, сами видите, что я надеюсь, пользоваться, вооружиться этими инструментами, и использовать в своей жизни повседневной. Вчера мне одноклассники друзья, Александр Леонидов и Игорь Феорков. Они вот заинтересовались этим, сняли, сняли, сняли. Как-то. Но простую работу меня не возьмут. Не возьму, так не возьму ничего. Я не работал уже, блин, три года. И еще три года работать не буду, как-то прожил. Черт, блин. Возьмут, не возьмут, кто больше потеряет? Оттого, что меня не возьмут. Они или я нам. Пускай они берут по всему свое время. Надо будет возьмут. Все зависит от нас самих. У меня вот лично там есть много вопросов. Не знаю. Если там будет работать интернет, мы можем это показать, как мы будем глядить. Их не скажем. Действия, наши действия. И все. Осветить работу. Не то, что работают, как с утра едут люди на работу. По морознику, в автобусе. Что это? Только до работы добраться с тобой. Ползвезд. Тяжелый все. Она слишком умный. Да уж, да уж. Конечно, надо помалкивать. Не молчать в тряпки. Но это уже поздно этим заниматься. Я уже просто... Несколько. Несколько раз. И даже сам... Самые длительные сроки работы в моей жизни. Потому что официально были там. Я и в охране там работаю. Куда я пойду устраиваться на работу. У меня корочки есть на те вакансии. Куда я буду устраиваться на работу. И корочки у меня есть. Там рабочие всякие. Ладно, все, друзья. Я замерз. Спасибо вам за интерес. Проявлены нашему мероприятию. Ну как он бросит? Классо всего. Пишите. Придется ждать. Ждать. И писать ответ. Отвечать на замечания и комментарии. Друзья. Желание зрителей для нас закон. Мой уровень простым. Да я и не буду простым. Чего каким простым. Чего-то меня все знают. Выйдем кем. Кем нам положено. Все нормально. Все отлично. Спасибо. Мы понимаем. Каков наш уровень. Наши цели и задачи. Все понимаем. И просто из-за каких-то некоторых несоответствий у нас вот такие эти. Ничего. Корочки мы получим из компетентных организаций. Так скажем, образовательных учреждений. Я же работаю с этим самым. Министерством науки и образования Хабаровского края. Есть у нас институт. Институт развития. Образования. И прочь. Науки и образования. Какие-то вот наши вот эти, скажем. Ну даже лекции, скажем так. Выступления. Взаимодействия с аудиторией. Можно же отправить компетентным тем же преподавателям, докторам. Наук каким-то профессорам. Которые будут посмотреть. Сделать вывод. На компетенции. Скажем наши. Ваши. Дистанционные методы обучения и прочие. Практически. Алло. По какому? Надо что? Да. Да мы как бы уже сдали. Но мы запишем вас на всякий случай. ну там одна у меня тут несколько вариантов делать сейчас у меня девушка одна хочет сирота мы вроде как с ней договорились но она там как за три месяца тренинг я хотел предоплату чтобы тут еще на меня организация вышла она может цену поднять освобождаю готовлю девушку давайте я и вас запишу вас как как зовут надежда но вы там прочитали что я там на длительный срок хочу сдать ну что договор там подпишем что я хотел за три месяца счетом есть к новому году чтобы как вообще ну я там я живу ночевал меня устраивало как это кто как вам уровень консерта прибыл ну как нет ну есть там обои как нет есть обои где-то где-то кусок оторван обои где-то это самое ну если буду сдавать все помою конечно чистенько я не глюю не глюю все нормально ванна конечно не очень нормальная ванна есть счетчики на кухне вода бежит единственно что газовой газовой плиты у меня там нету но я думаю могу ее и поставить тем более тем более газовая плита это будет вам только дороже правильно ну всего если что я еще раз извините я забыл вас как зовут надежда надежда я просто на многом говорил все я запишу вас наден и там если что да 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 позвоню позвоню я так сейчас собираю людей все равно надо же подобрать как говорится людей чтобы более-менее и мне было устраивали это то банду гоп-стоков любителей выпить 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 и закусить засели и соседи пластиковые пластиковые на кооператор прям выходят ну да все я запишу вас ну на следующей неделе я уже ну так сказать если вы найдете что-то по найдете значит не судьба не судьба как говорится а ну я понял понял вас устраивает район что здесь и район все до свидания спасибо батарея почти разрядилась сейчас короче все потухнет транслейшн, коммуникашн давайте всем всего хорошего всем доброго до новых встреч всем всем пока всем до свидания всем всего доброго